Всем привет! Мы приехали на Ихкам базар. Кулюк. Это получается один из крупнейших овощных рынков на территории Ташкента. Вы можете посмотреть. Называется Кулюк. Ихкам. Базары. Я бы хотел немного осветить этот рынок. Я недавно снимаю видео, если вы заметили. И самое страшное здесь снимать вообще в общественных местах. И очень стесняешься. Немного получается волнение. Не знаю, что сказать. Волнуют взгляды людей, которые смотрят удивленно на тебя. Такие моменты хотел бы перебороть. И из-за этого я приехал в самое любимое место Ташкента. Именно на базар. Для начала я сейчас снимаю пока просто в сторонке, чтобы никому не мешать и самому не стесняться удивленных взглядов. Поэтому мы начинаем наше видео о Кулюк базаре. Поехали! Короче, вот народу очень много. Я переборол, короче, страх снимать в народе, в обществе. Ну, здесь-то, короче, так слишком шумно, что, ну, невозможно снимать. Или просто AirPods вообще, ну, не могут фиксировать правильный звук. Так как здесь-то очень-очень много народу. Вот. Можете посмотреть сами. Вот этот Кулюк базар. Вот на той стороне компа. Вот, короче, женщина с мехом на шее, с двумя детьми. Идет, короче, очень недовольна. Дикая, короче, колхозная женщина, которая завидовала, что мы идем снимаем на камеру, толкнула меня. Ну, короче, злые, озлобленные люди. Вот. С этим вообще действительно проблема. То, что народ сейчас очень злой. Не знаю, даже когда ты их не трогаешь и ничего даже не говоришь, они реагируют просто негативно. Ну, вот, короче, не зацикливаемся на той женщине. И снимаем, получается, сам базар. Вот мы вошли. Здесь вот такие вот салатики продают. Сыр чечил, сулугуни, холодец, селедка, печенье, лепешки. Здесь вот так же делают гриль. Вот. Народа, в принципе, очень-очень даже много. Сегодня. Сегодня вообще понедельник, ребята. Сегодня не базарный день. И прийти на этот рынок, допустим, в воскресенье, в обед. Здесь вот просто будет, ну, не протолкнуться, потому что этот рынок очень популярный. Вообще едут сюда со всего города. Здесь вот так же по соседству этого рынка находится оптовый рынок. Тоже называется оптовый кулюк. Здесь, на этом базаре есть перекупщики, есть как-то из Тихани продают. Вот, мясной отделки с этой стороны можете посмотреть. В общем, на этом рынке можно приобрести все, что угодно, все, что в вашей душе просто поживается, вы можете найти на этом рынке. Вот. Смотрим. Мы дошли практически до центра. Вот. И заходим вот именно в эту арку. Вот. Здесь вы можете найти себе все, что угодно. Давайте чуть дальше пройдем. В общем, вот. Мы на рынке. Мы при рынке прям вот. А прямо тут можно найти буквально все, что угодно. И цены очень-очень дешевые. Ну, единственное, меня удивило то, что вот сзади меня продают яйца. И именно эти яйца очень дорогие, чем в других странах. Ну, допустим, в Казахстане стоят намного дешевле. В два раза дешевле яйца стоят, чем в Узбекистане. Не знаю, может быть, они вкуснее или полезнее. Как они могут это аргументировать. Вот. Давайте сделаем так. Я не буду сейчас конкретно подходить и вызывать каждые цены, переводить вам на вашу валюту. Но мы можем сделать, в принципе, вот так. Вы мне напишите в комментариях, что вас интересует. Какие, допустим, продукты, фрукты, что именно, какие цены. И пока я нахожусь именно в Пашкенте, я могу для вас, в принципе, съездить, узнать, посмотреть, какие цены вас устроят, не устроят вообще. Может, ну, поспрашивают, где найти. Немного подешевле, чтобы было доступно. Также есть у меня знакомый, который находится в Турции и предлагает мне узнать по цене грецкого ореха, сколько он будет стоить на автовом рынке. И вот, ну, сегодня я, конечно, не сел уже вечер. И я уже, ну, не смогу найти хорошую оптимальную цену для этого ореха. Сейчас, если хотите, будет обычная розничная тема. Вот. И на столах уже нету, когда стоишь. Вот. Я уже выхожу на Девкан-базар, получается. Это вот здесь продают именно все, которые выращивали. Вот. Это называется Девкани. Это, короче, фермерский рынок, фермерские ряды. Здесь, вот, продают на этой части именно те люди, которые выращивали все вот это вот. Вот. Я не договорил по поводу орехов, получается. Узнаю я скоро, сколько будут стоить орехи, получается, именно грецкие. Вот. Я забыл уточнить у своего знакомого, нужны ему чищены или скорлупы. Вот. Вот. Конечно, я еще свяжусь с ним и точно скажу ему цену, какие ему нужны. Вот. Я сзади Кулюка-базара, получается. Это речка Черчик. Очень обмельчала она. Вот. Уже видно, вот, это как бы берег стал. Раньше вода доходила вот до сюда, до бетонки. Вот. Воды уже, в принципе, не осталось. Я помню, раньше здесь были большие рыбы. Вот. Ну, посмотрим дальше по базару. Вот. Это Дихам-базар. По-прежнему с этой стороны можно видеть. А там внутри, получается, уже в основном продавцы и перекупщики, которые зарабатывают на этом. Вот. Вот с той стороны есть еще оптовые, получается. А фермеры приезжают вот туда вот подальше. Вот. Вот. Именно вот где вот это кирпичное здание. Приезжают туда фермеры, где у них скупают перекупщики, которые торгуют именно внутри вот базара. Вот. А вон там вот, смотрите, отдельные ворота вот. Вот. Именно вот там вот. Видите, навес это, получается, оптовый рынок, где можно взять, допустим, целую фуру себе ореха и ее, конечно, бы приобрести. Короче, что, ну, мне очень понравилось описание. Здесь вообще, оказывается, нельзя снимать. Даже на Кулике-базаре ко мне подошли люди, которые начали интересоваться. Кто ты, откуда, зачем снимаешь, с какой целью. И все, короче, в этом же духе. Не знаю. Ну, всем, короче, почему-то интересно. Люди дикие немного. Ну, один из охранников, конечно, решил подписаться на меня. Я ему продемонстрировал свой канал. И он, короче, подписался на моих глазах. Я очень рад. Это был, короче, мой 315-й подписчик. Я его запомнил лично. Я сделал с ним фотографии, но по его просьбе я не буду выкладывать видео с ним и фотографии с ним. Вот. В общем, про Кулик-базар, короче, ребята, выкладывайте комментарии, просите какие-то определенные товары. Вот. Вот. Если вас интересуют цены. Вот. Здесь, в принципе, я посмотрел очень-очень дешевые цены. Здесь вполне доступно. Можно приобретать продукты, вещи, технику. Здесь продают очень много всего-всего. Короче, здесь мясные ласки, колбасные отделы. Получается, выпечка, вот, мед, фрукты, салатные. Даже целый ряд здесь есть. Смотрите, даже два ряда. Вот. Здесь и салаты делают. И поэтому, кто в Ташкенте, советую приезжать на Кулик и всем отовариваться именно здесь. Вот. На этом мой выпуск, наверное, завершится. Так-так, уже поздновато и света нету для съемки. Спасибо всем за внимание. Вы были на канале Тексуна. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока. Удачи.